Привет, друзья! Здравствуйте! Это Кузнецов Дмитрий, Центр юридической защиты компании ЛЯ. Я сегодня очередное обращение к вам сделаю. Тема обращения, разбор, анализ памятки. Памятки, которую выдают при заключении договора в микрофинансовых организациях, в частности в онлайн организациях, которые существуют, что называется, на свой страх и риск, не имея в обеспечительном формате никаких законных аргументов, то есть выживая за счет диких бешеных процентов на обмане людей, ну и на эксплуатации незнания, незнания юридической неграмотности и как следствие ужасного страха обычных людей перед системой. Ну и так, давайте. Памятка, которая выдается людям, взявшим заем. Заем физическим лицам, проблема антиколлекторов. Это заголовок. И по пунктам. Поехали текст. Возможно, вы слышали о новом виде мошенничества. Или, к сожалению, уже столкнулись с ним. Это растущие стремительными темпами по всем регионам России компании-однодневки. Ну, давайте сразу противопоставим. Допустим, компания Алиам далеко больше, чем один день. И мы, собственно, юридически зарегистрированы в 2014 году, а деятельность свою ведем с 2010 года. Но, собственно говоря, юрлицо поменяли, потому что до этого юрлицо было зарегистрировано в другом регионе. Это было неудобно. Ну и в связи со сменой учредителей. Это наши внутренние движения. Но так или иначе, однодневки мы разобрали. Или индивидуальные предприниматели, называющие себя, например, финансовая защита должников, антиколлектор, раздолжитель, юридическая помощь должникам, антидолг, финансовый агент и подобные названия, которые в большинстве своем содержат слова долг, должник, защита, помощь. Ну, я промолчу, как представляются сотрудники всевозможных вот этих ведомств по взысканию, когда вы можете услышать, что старший сотрудник до судебного отдела. Или, там, как вариант, ведущий эксперт, финансовый помощник, и так далее, я вам звоню, чтобы помочь вам разобраться с долгами. Это, как правило, такой скромный набор терминов, которыми представляются сотрудники всевозможных взыскательных организаций, коллекторских служб и служб взыскания банков и микрофинансовых организаций. Первый параграф закончился. Начинается второй параграф, который заглавлен так. В чем же заключается схема мошенничества антиколлекторов в займах? Спорная, конечно, спорный состав предложения. Ну, ладно, пропустим это. Мошенник находит жертву. Физическое лицо, получившее займ, находит. Рассылая на мобильные телефоны, электронные почты, кстати, полученные незаконным путем, сообщения с сообщениями избавить от долгов. Это какой-то бред, это ужас, это вот надо же было такое придумать. Ну, ладно. Либо отвечает, отчаявшийся и напуганный человек сам обращается к мошеннику. И вот здесь вот ключевой момент. Отчаявшийся и напуганный человек. Когда вы это писали, вы думали, что люди, которые будут вот это читать, задумаются? Отчаявшийся и напуганный человек. Почему отчаявшийся и кем напуганный? Ну, дальше, как говорится, додумывайте сами, друзья, что вот в этом виртуальном персонаже может видеться и кто его напугал и заставил отчаяться. Сам обращается к мошеннику, поверив на зойливой рекламе в интернете или увидев на улице или в почтовом ящике листовку с красочным и нереальными обещаниями. Ну, про листовки я поспорю. Сейчас мало кто рекламируется таким вот примитивным образом, а вот навязчивая реклама в интернете, понимаете, это плюс. Умудриться сделать грамотную рекламу в интернете, это многого стоит. И сделать ее действительно навязчивой, но не надоедливой, и чтобы человек в итоге обратился за услугой. Это, в общем-то, как бы, еще раз повторю, очень серьезная задача. И кто-то ее может реализовать, может, в принципе, сказать, что его бизнес удался. Ну, хорошо, поехали дальше. Либо сердобольная соседка или другой знакомый человек, уже пойманный мошенником на крючок, заманивает жертву в сети к мошенникам. Ну, тут они вот таким вот интересным образом, своеобразным, описали сарафанное радио, когда люди, получившие тот либо иной результат, обращаются, вернее, рекомендуют, как, собственно говоря, помощников, действительно, юристов, которые действительно помогли, оказали помощь. Ну, вот, если взять нашу организацию, у нас 30% заявок, 30% мы анализировали, это вот за счет сарафанного радио. Ну, естественно, люди, которые уже получили результат, либо обслуживаются и видят, что движение есть. Вот, поехали дальше. Также важно обходить сторонами обиженных и неплатежеспособных клиентов, которые занимаются потребительским экстремизмом, обвиняя всех во всех нарушениях, не замечая собственных правонарушений. Такие должники регулярно распространяют негативную информацию, вводя в заблуждение граждан, нуждающихся в реальной помощи. Не знаю, как это прокомментировать, что они имеют в виду, написав вот эту ерунду, на мой взгляд, да, вот это вот, то, что я сейчас озвучил. Кого они считают там экстремистами в сфере потребительского кредитования, я не знаю. Ну, просто веселая такая часть. На этом второй параграф заканчивается, начинается третий. Называется он так. Что же представляет из себя эта сомнительная мошенническая услуга? Все просто. Вы платите вначале за консультацию в среднем 500 рублей, затем за анализ документов в среднем 1500 рублей, а затем ежемесячно в среднем по 3000 рублей. Человеку, который в большинстве своем даже не имеет юридического образования. За просто так, а точнее за красивые и реальные обещания. Я хочу подчеркнуть, я читаю строго по тексту, и вы наверняка чувствуете, как выстроено вообще словообразование у них. Ну, понятно, что какой-нибудь недалекий человек сочинял вот это вот, произведение искусства, в кавычках. Так. Который в большинстве своем даже не имеет юридического образования. За просто так, а точнее за красивые и нереальные обещания, впрочем, как и при любой мошеннической схеме. Есть вариант еще страшнее, когда мошенники навязывают свою услугу в кредит, а если вы не сможете его вернуть, будут вымогать при помощи бандитов. Так как, в отличие от микрофинансовой деятельности, деятельность подобных лиц не контролируется никем, и не регламентируется никаким законом. Ну, а книжные пособия, инструкции, программы, как самостоятельно избавиться от долгов, бесполезно чтиво. Обычно наживописак, обманы, мошенничество. Друзья мои, вот странно. Почему-то, как они говорят, писаки пишут, как избавиться от долгов. И ни один писака, а может быть даже достойный автор, не написал, как загнать человека в долги. Потому что эта тема не имеет под собой основы. Эта тема заведомо очень-очень негативная, плохая и неинтересная простым людям. А вот как избавиться от долгов, по их мнению, этой писаниной занимаются бесталанные писаки, это, конечно, да, можно найти. Хотя, кстати говоря, не так уж и много такой литературы. Потому что это действительно серьезно, разобраться во всех этих делах не так-то просто. И не каждому это дано. Вот этим они и пользуются. Можно, скажем так, между строк прочитать вот в этом заявлении нечто следующее. Друзья, если вы увидите книгу, как избавиться от долгов или что-то подобное, ни в коем случае не покупайте ее. Не тратьте деньги, потому что, если вы ее прочитаете, вы будете знать, что мы неправы, что мы нарушаем закон, что мы занимаемся деятельностью, которая противоречит действующему законодательству в самом начале и вплоть на всем протяжении. Вот, что можно прочитать между строк вот в этом заявлении. Дальше. И что же включает в себя это просто так? Первое. Мошенники ограничат вас во взаимодействии с кредитором. Например, сделав переадресацию всех звонков от кредитора на несуществующий номер. Ну, здесь все просто. Что значит ограничат? Предложат прекратить все отношения со своим кредитором. Единственное, что я тут могу подметить, да, не мошенники, а юристы нашей организации сразу предлагают в добровольном формате, это по выбору клиента, прекратить все взаимоотношения со своим кредитором, в том числе и финансовые. Мы также снимаем моральную нагрузку, предложив нашему клиенту настроить банальную переадресацию на наш колл-центр и с этого момента просто сбрасывать нежелательные звонки и уже наши специалисты будут общаться с кредиторами. Ох, как они не любят, эти кредиторы, общаться с юристами. Ох, как не любят. Ну, на моем канале вы это можете легко проверить, убедившись, подписавшись на наш канал и послушав эти ролики. Так, сделав переадресацию всех звонков от кредитора на несуществующий номер. Ну, вот глупость глупая, да? Что значит на несуществующий? Все существует, все работает, то трубки там берут. Имейте также в виду, подобное поведение заемщика впоследствии, если дело дойдет до судебного разбирательства, может быть расценено судом как попыткой избежать ответственности за ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств. И по какому это такому закону человек обязан общаться по телефону? А иначе это будет расценено как попытка уклонения. Есть письменный формат общения. Именно письменный формат общения подразумевает законный способ договориться о чем-либо. Потому что именно документы на бумаге можно предъявить в суд. А что же вы предъявите в суд, кроме своих слов, когда человек не берет трубку? Он не брал трубку и судья скажет, «Ух, какой негодяй, вот тебе 159-я статья мошенничества». Ну, рассказывайте, только не нашим клиентам эти сказки. Итак, пойдем дальше. Вторая часть. Лжеюристы будут месяцами вести бесполезную переписку, которая максимум содержит истребования документов или отзыв персональных данных. Ни первая, ни последняя, как вы понимаете, не избавит вас от долга и всех вытекающих проблем. Очень кратенько, но очень емко можно тут комментировать. Ну, во-первых, досудебная переписка далеко не бесполезная. Отправляя эти письма, мы даем как минимум кредитору понять, что человек вступил в тот самый цивилизованный конфликт. Вот как раз-таки сидеть, молчать и ждать с моря погоды категорически неправильно. Еще хуже слушать вот эту вот публику, думая, что они говорят нужные и правильные вещи. Гораздо правильнее вступить в переписку, попытаться с кредитором договориться, после чего вы уже сможете обосновать свою позицию не только словами, но и подтвердив это все документами. Естественно, переписка должна осуществляться правильно, грамотно, а не просто так, скажем так, в почтовый ящик закинуть. Ни в коем случае. Но это отдельная история. Можете на моем канале посмотреть это все, разобрать. Есть целый плейлист обращения. Смотрите, кстати говоря, выходит сейчас подсказочка на обращение. Итак, что касается следующего заявления. Как вы понимаете, вот это не избавит вас от долга и всех вытекающих из него проблем. Про какие проблемы они говорят, я сейчас не могу понять. Да, я одно могу предположить, что вот такими вот замыленными фразами они угрожают людям. Угрожают людям, а человек уже сам додумывает. Ну, я подчеркну, человек, который не разбирается в ситуации. Проблем никаких быть и создать они не могут, кроме вот звонков непонятных. Ну и долг никуда не денется. Это шикарная фраза. Да, он никуда не денется, но он не будет иметь статус официального долга. То, что вы там себе решили, что кто-то вам должен, максимум на что вы можете рассчитывать, что человек с каким-то там обостренным чувством совести, вот эта вот фобия там какая-нибудь может у человека есть. Тогда, может быть, ему будет не по себе. Да, вот ему будет стыдно. Но в нашем с вами случае, уважаемые ростовщики, это не работает. Ну, знаете вы о долге. Ну, может быть, человек будет знать о долге. Все. Слово долг этим словом и заканчивается. То есть, это не значит, что вам кто-то действительно должен, а уж тем более, кто-то что-то вам вернет. Вот. С тем же успехом я могу заявить вам, что вы должны всем и каждому. И теперь вы знаете об этом. А мне же еще надо доказать это. Но я не пойду с такими голословными заявлениями в суд. И вы тоже не пойдете. Если будете понимать, что человек защищается, что человек грамотный, что человека, в конце концов, юристы защищают, допустим. И вам это категорически невыгодно. Отсюда вот такие вот сочинения вы пишете, чтобы, не дай бог, человек не надумал пойти за юридической защитой. Продолжаем. Самый наглый мошенник даже может сам пойти в суд спустя минимум 6 месяцев, за которые вы заплатите деньги. Логично. Все правильно, кроме термина «мошенник» и «наглый». Дело в том, что действительно у нас, в нашем случае, вы подписываете договор на 12 месяцев, и первые 6 месяцев, как правило, это досудебное разбирательство. Попытка вывести ваших кредиторов на контакт. Тот самый цивилизованный конфликт, закрепляющий вашу позицию, как человека, защищающего свои права. Ни в коем случае не эксплуатирующие незаконные методы, которые, как правило, эксплуатируют вот эти микрофинансовые организации и коллекторы. Их незаконности очень много на нашем канале. Пожалуйста, еще раз призываю вас, подписывайтесь, смотрите, сверяйте вот эти данные мои слова на сегодня с тем, что на самом деле в жизни происходит. Ну и, конечно же, без досудебного разбирательства, без досудебного этапа, мы не видим, собственно говоря, как можно достичь хорошего результата. А вот с этими вещами мы, как минимум в 50% случаев, отбиваем аппетит у кредитора вообще лезть к нашим клиентам. Ну и как результат, после того, как банк, либо ММФО, либо онлайн-займ не выходит с нами в переписку, либо выходит, там присылает, как правило, какие-то отписки. Мы категорически, как говорится, свою позицию, позицию нашего клиента подтверждаем. Сами отправляемся в суд, ну фигурально выражаясь, да, то есть, как правило, мы идем в суд, там с запросом документов, либо с какими-то, там, может быть, исками. Все зависит конкретно от каждой конкретной ситуации. Тем самым показываем кредитору, что нас судом не напугать. И вот эти фразы, мы передаем там ваше дело в досудебное дел, и бла-бла, и многие вот так за голову хватаются, а все, что жил, то зря, нет. Мы предъявляем банку четкий, конкретный факт, что нас судом не запугать. Это единственный законный способ взыскать что-то с человека. Если человек этого не боится и знает, как себя вести, либо на его стороне грамотные специалисты, то у банка, либо у кредитора любого не остается больше рычагов. Вот. Это промежуточный этап нашей работы. А их это, естественно, смущает в кавычках. Это для них категорически неправильно. Понимание этого, этой ситуации для кредиторов, для взыскателей, это вот крайне невыгодно. Поэтому не пишут вот такие фразы, переворачивая все с ног на голову. Но так как для подачи иска нет оснований... А, вот смотрите. Суд спустя минимум 6 месяцев, за которые вы заплатите деньги. Само собой, раз в месяц, да. А у нас абонентская плата. Но так как для подачи иска нет оснований, в 99% случаев суд требования лжеюристов, которые даже не являются в суд, не удовлетворит. А все судебные расходы лягут на ваши плечи. Итак, 99%. Вполне с этим соглашусь. Но остается 1%. И вот этот вот 1%, а тоже может и меньше. Это то процент, то количество людей, которые действительно разбираются в ситуации или обратились к людям, которые разбираются в этой ситуации. Да, это небольшой процент. Как это ни странно и не обидно, очень многие, многие люди ничего не понимают и не хотят понимать. и попадаются вот, отдают все последнее вот этим вот помощникам, как их называют там микрофинансовые организации, от зарплаты до зарплаты, деньги в руки, честное слово, там всякие крутые слова они сами себе придумывают, чтобы обозваться. Ну и само собой, что за судебные расходы? Неужели они говорят о почтовых расходах? Ну вот, допустим, человек не платит нам никакие судебные расходы. Вот никакие. Если они про какие-то госпошлины твердят, то это только на этапе апелляции. А если за подачу иска, ну тоже может быть как. Но это, понимаете, это в районе 100-150 рублей. Притом при всем мы сами это платим. То есть, грубо говоря, в стоимость наших услуг входят все почтовые расходы. Ну почтовые еще 60 рублей. Ну на бензин наш там специалист, который будет письменным. Ну это вообще не касается наших клиентов. Ничего они не платят. Вот они вообще ничего, кроме абонентских взносов, не платят. В том числе и кредиторам своим. А это намного выгоднее. Вот они будут тут сейчас раскладку выдавать, но это такой бред. Как мы не пытались считать, все равно услуги юристов и нас, и любых других, намного выгоднее, чем платить бесконечные платежи кредиторам. Намного выгоднее. Вот, поехали дальше. В итоге, спустя примерно один год у мошенника не остается более предлогов высасывать из вас деньги, и он просто прекращает с вами отношения. В нашем случае у нас сразу заведомо на 12 месяцев заключается договор, и мы сразу говорим, что 12 месяцев это оплачиваемый период, далее мы с вас никаких денег брать не будем. Даже если по какой-то причине что-то не успеем довести до конца, мы будем работать бесплатно. Плюс к этому пожизненная гарантия. Если в любом периоде времени, после того, как вы 12 месяцев были под нашей юридической защитой, что-то произойдет, какой-нибудь из кредиторов, который был у нас в работе, вдруг возникнет на горизонте с официальной претензией, официальная претензия это заявление в суд, то мы бесплатно продолжаем работать с этим эпизодом. А человек просто пишет нам на почту, просит, представляется, говорит, что он у нас обслуживался, мы проверяем, видим, что человек действительно 12 месяцев был у нас на обслуживании, мы выполняем условия договора, то есть мы берем его ситуацию под контроль и практически без денег, без оплаты работаем точно так же, как работали на протяжении срока действия договора. Но эти условия нам ни разу не пришлось выполнять, потому что еще ни разу, еще раз подчеркну, ни разу не было никакого такого вот случая, чтобы к нам человек обратился, если вот у нас год обслуживался, и потом через год банк или там МФОшка какая-нибудь вдруг вновь возникла. За год, года достаточно, чтобы отбить полностью аппетит у банкиров в отношении нашего клиента, то есть чтобы взыскатели более никогда даже и не вспоминали о нашем клиенте, понимая, что им есть где и с кого драть три шкуры. Да, еще раз повторяю, львиная доля всего нашего населения в нашей стране это послушные платильщики. Но вот наши клиенты выходят собственно говоря, из стада и живут своей комфортной жизнью. Поехали дальше. Значит, вы в пустую потеряете минимум 36 тысяч рублей, а при этом оттянули время, а долг так и остался. Но о том, что он остался, я еще раз говорю, долг может быть официальным, только если его судья таковым признает. Проценты продолжают каждый день расти, пока не достигнут допустимого законом уровня. А это на текущий момент максимум трехкратный размер вашего основного долга. Но еще мы не забываем, что есть такой термин злоупотребление правом. И если пострадавшая сторона, в нашем случае пострадавшая сторона, это кредитор, чем-то недовольна, она должна, собственно говоря, начать тот самый цивилизованный письменный конфликт, назовем его так, и как минимум через 60 дней как максимум, простите, подать в суд иск. Иначе возникает такой так называемый прецедент с злоупотреблением права с целью накрутить вот эти вот проценты, штрафы, пенни. Есть так называемая, не так называемая, есть статья 333, которая совершенно успешно все вот эти вот незаконные платежи, как говорится, сбривает. И ничего там такого лишнего не остается. Это в том случае, если они, вот эти вот микрофинансовые организации, подадут в суд, что они крайне редко делают, если видят, что человек защищается. И об этом отчетливо заявляет та самая досудебная переписка. По нашей статистике, статистике компании Алям, уже сейчас, вот на конец августа, у нас до 50% доходит показатель, когда кредиторы не трогают наших клиентов вообще, то есть не идут в официальную разборку, в суд, не идут. Просто понимая, что на стороне наших клиентов есть грамотные специалисты, просто, как говорится, бросают наших клиентов и не появляются в суде. Еще раз повторю, долг может быть признан официальным только в суде. Все остальное это эмоции. И наши клиенты это понимают. Вот. Может любой и каждый кричать, что ему кто-то что-то должен, но если он хочет получить эти деньги, он должен закрепить свою позицию, свое вот это желание официально через судье. Именно подать в суд и в суде доказать, что ему должны. Если ты этого не делаешь, то значит смирись и оставайся при своих эмоциях. Поехали дальше. Чем же невыгодно для вас подобная мошенническая услуга? Самое главное, вы теряете деньги. Ну, это мы разобрали. Учитывая ваше тяжелое материальное положение, это непозволительные потери. Какие заботливые. Предположим, что вы сумели распознать мошенника и не попались в его сети. Вы получили специальное предложение от кредитора и воспользовались рассрочкой. В итоге, из тех трех месяцев, трех тысяч в месяц, которые вы отдавали мошенникам, вы платите две. Вы в счет погашения долга, а на тысячу идете в кино или покупаете игрушку ребенку. Все для того, чтобы заработать с человека. Надо не забывать, сколько в итоге человек взял и сколько он отдаст. Причем в никуда, за пустоту. Он не получит никакой юридической помощи, он не получит статуса человека свободного и по большому счету будет продолжать оставаться жертвой. это мое мнение. И здесь, кстати говоря, ситуация как раз таки касается единичного случая. как правило, люди микрофинансовой организации обращаются уже от безвыходности. И у них за плечами огромный багаж так называемой кредитной нагрузки. И тут речи не идет об одной какой-то микрофинансовой организации. И они это тщательно маскируют. К ним люди обращаются, когда у них уже миллионные долги. ну может стотысячные. И вот в этом случае они описывают только свою конкретную ситуацию. Но человеку помимо этого нужно еще разобраться со всеми остальными своими долгами. И вот здесь вот эта формула не работает. Туда чуть-чуть, туда чуть-чуть, туда чуть-чуть в итоге вот такая пачка выходит денег, которые отдаются вот просто чтобы удовлетворить аппетит кредитора. В нашем же случае вы четкий фиксированный платеж платите. Можете с оценками на сайте у нас познакомиться. Ссылочка у нас там внизу есть. И также вот в правом верхнем углу смотрите вот она выходит ссылочка. Подсказка кликабельная. Посмотрите и все поймете о чем я хочу сказать. Вот. Граничив себя во взаимодействии с кредитором вы теряете возможность получать информацию о специальных предложениях по подогашению задолженности. При этом у кредитора возникают подозрения нет ли в ваших действиях запланированного злого умысла что может послужить основанием для начала уголовного разбирательства в отношении вас. Ребят запомните одну простую вещь. В формате гражданского производства гражданских вот этих взаимоотношений инициировать статьи уголовного кодекса просто очень тяжело. Ну нереально. Для этого нужно следственные мероприятия этим будут заниматься доказать умысел если они там претендуют на 159 статью. Очень много моментов опять же в обращении там плейлист у меня выходил в подсказках посмотрите я там четко подробно все рассказываю никак никогда не было еще ни разу уголовного прецедента возбуждения уголовного дела в отношении простых гражданских взаимоотношений нарушения договорных каких-то обязательств либо спор вот этот юридический ни разу не было и это все рассчитано на испуг на некомпетенцию я вам заявляю со всей ответственностью нереально инициировать уголовное разбирательство в формате гражданского судопроизводства уж тем более МФОшником просто нереально по большому счету они вообще в суд не суются если видят что человек грамотно защищается вы теряете время нервы долг по процентам может в итоге увеличиться в три раза а можете получить доступ к специальным условиям погашения долга договорившись цивилизованным способом с кредитором и предотвратив максимальное увеличение процентов еще раз повторю если бы это был один кредитор как правило среднее среднее количество кредитных эпизодов среди наших клиентов это 5-6 кредитных эпизодов на человека есть у нас ребята наши клиенты вот есть у нас рекордсмен мужчина 38 кредитных эпизодов попробуй-ка с каждым договориться кредитором даже если на самые мягкие условия договориться это все равно будет сумма неподъемная которую невозможно будет осилить у меня вопрос остается зачем вы даете таким людям деньги правильно чтобы нажиться вот так вот и самое главное помните долги не рассасываются сейчас начинается как говорится комедийная часть все долги придется погасить рано или поздно это всего лишь вопрос времени а при просрочке время играет против вас глупость глупая еще раз повторю долг нужно доказать и в нашей стране да и мне кажется в любой другой взыскать с физического лица средства крайне тяжело если это физическое лицо грамотно защищается об этом тоже очень много я рассказывал в своих обращениях на youtube канале да и посмотрите на сайте видеопрезентацию как устроена работа кредитных юристов и все поймете почему с физического лица взыскать очень-очень тяжело практически нереально вот нет законных оснований избавиться как от основного долга так и от процентов глупость есть и очень много способов обрезать вот эти ваши проценты вообще не эксплуатировать и один из способов вообще отбить вас желание идти в суд и вы не ходите в суд потому что понимаете что вот эта фраза вообще ну вот она не подкреплена ничем это блеф законных способов умерить ваш аппетит вагон и маленькая тележка очень много просто об этом не знают ваши клиенты в большинстве своем заемщики и верят вам на слово любые судебные тяжбы это всегда дополнительные материальные расходы нет расходов в гражданском заочном судопроизводстве практически никаких трата времени и нервов но встреча с судебными приставами по месту жительства или регистрации с изятием всего находящегося в помещении имущества и дальнейшего принудительного взыскания с арестом всех счетов это еще более благоприятные неблагоприятные последствия не нужны никому и так судебный пристав крайне редко ходит по адресам и если что-то ей описывает то оставляет на ответственное хранение прямо там в квартире это раз во вторых описанию подлежат только предметы роскоши там называемые золотые канделябры может быть там третий четвертый телевизор и не нужно путать предметы роскоши с предметами быта никогда пристав не опишет единственный холодильник единственную плиту единственную микроволновку единственный телевизор кровать носки одежду и так далее это четко регламентировано законом что подлежит описанию целая целая там есть статья посмотрите опять же про приставов я рассказывал в своих обращениях целый 30 минутный ролик у меня есть посмотрите обращения плейлисты там все интересное найдете для себя есть предметы роскоши автомобиль и так далее вторая недвижимость катера пароходы самолеты и наши клиенты с нашей помощью это совершенно спокойно сохраняют есть способы это все сохранить в целости и сохранности и мы наших клиентов естественно этому учим и это можно легко и просто сделать но и самое главное пристав лицо не заинтересовано они преподносят это все так что пристав будет прям ну спит и видит как бы вот вот конкретно вот вас наказать нет глупости на приставе в год в среднем до 3000 дел по долгам это для него рутина от которой он вот спит и видит и мечтает как бы избавиться уменьшить эту рутину так что здесь тоже рассчитано на незнание и страх вот на начальном этапе важно не упустить то время когда с кредитором можно самостоятельно договориться поэтому единственным правильным решением является цивилизованный диалог всегда конструктивнее попыток укрыться от выплат окольными путями вы слышали их конструктивные диалоги попробуйте им что-то возразить и сразу же увидите агрессию нападки угрозы и тому подобное конструктивный диалог для них тот диалог когда оппонент клиент говорит то что они хотят услышать да оплачу сейчас пока нет возможности бла-бла-бла-бла-бла но обязательно оплачу ну что-то в среднем такое а когда человек начинает манипулировать законами для них это уже не конструктивный диалог хамство и тому подобное но это вот они так для себя решили так цивилизованный диалог всегда конструктивнее попыток укрыться от выплат окольными путями окольными аккредитор если причина неплатежей ненадуманная независимая человека например потеря работы или серьезные проблемы со здоровьем всегда с радостью пойдет вам навстречу да какая радость и о какой встрече речь идет подождет пока вы еще где-нибудь нахватаете денег еще даже подскажет где пойти взять с этим я тоже сталкивался чтобы перекредитоваться мы уверены что ваши финансовые трудности это лишь временные явления и готовы совместно с вами начать их решать революцию надо в этом случае учинить чтобы вот эти вот трудности финансовые нашего населения перестали быть временными и исчезли они не временные они постоянные люди выживают вот будьте бдительны и не верьте сказочным обещаниям мошенников а никто и не говорит что наши обещания сказочные это тоже расходы это тоже работа это в конце концов взаимодействие с нами не надо ожидать что мы поставим конвой дверей наших клиентов не надо ожидать действительно сказочных каких-то свершений это определенный шаг требующий так называемого взвешенного решения выдержки на протяжении целого года это серьезное испытание я это заявляю со всей ответственностью наши клиенты скажем так не получают каких-то сказочных результатов это работа наша совместная работа работа юристов и нашего клиента и мы изо всех сил хотим чтобы у нас было взаимное понимание вот к чему мы стремимся поэтому я еще раз вам предлагаю тем кто все-таки раздумывает встать под юридическую защиту либо платить кредиторам по чуть-чуть посмотрите еще раз видео на нашем сайте ссылка в описании ролика также выходит кликабельная подсказочка вот она если все-таки вы примите решение нормальное здравое достойное простого нормального человека заполняйте заявочку и ждите звонка нашего специалиста звонить мы будем с телефонов которые указаны в правом верхнем углу на нашем сайте ну еще много где там по сайту посмотрите забейте себе в контакт и ждите звонка нашего специалиста если у вас останутся вопросы какие-то после просмотра видео если вы не посмотрите видео то конечно вопросов будет много поэтому я рекомендую всем посмотреть видео на нашем сайте ну а с вами был Кузнецов Дмитрий центр юридической защиты компании АЛЯМ не будьте легковерными знайте себе цену не живите в кредит старайтесь ситуации выйти нормальным достойным способом ну и конечно подписывайтесь на канал ставьте лайки поделитесь этим роликом в соцсетях делайте так называемый репост и комментарии друзья пишите комментарии очень интересно всегда читать ваши комментарии пишите какую бы тему может быть вы хотели чтобы я затронул своих индивидуальных обращений я желаю вам счастья здоровья финансового благополучия вам и вашим близким всего вам хорошего до свидания до свидания Субтитры создавал DimaTorzok